Сколько уже раз Мордор, особенно за последние два года, демонстрировал, как в реальности русские своих не бросают, уважают и защищают? Десятки? Может быть, сотни раз? Как новобранца, Кирилла не должны были отправлять на фронт. Но спустя два дня после прибытия на границу, его в составе десантной группы направили в Украину. С тех самых пор он числится пропавшим. Это же должно выглядеть, как рука. Он говорит, а мне вот это дали? Я говорю, и это все? Он говорит, ну да. Выдали палку и все. Ой, а сколько всего показательного произошло в этом плане за последние недели? С 9 марта обстрелы в Белгороде происходят каждый день. А звуки сирен слышны по несколько раз в сутки. Въезд в семь населенных пунктов у границы решено закрыть. Помните, как Путин и Компашка годами рассказывали о якобы бедных русскоязычных украинцах на Донбассе, которые нуждаются в помощи матушке России? Мол, проклятые укронацисты безбожно их обстреливают, и необходимо срочно вмешаться. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Начал Путин свою так называемую СВО, и только гляньте, какими яркими красками заиграла жизнь в приграничных с Украиной российских областях. Особенно на Белгородщине. Передо мной только что машина взорвалась. На этом самом я. Радо меня опять обстреляли. Люди работали, работали, работали. Вон там в кусах какая-то вставляется. И такая машина побила пи***. А Белгород действительно превратился в, по сути, фронтовой город. Именно благодаря путинским многоходовочкам в Белгородскую область с первой половины марта пришла настоящая война. Горящие машины, взрывы, пострадавшие в здании МВД. В многих районах нет электричества, повреждены десятки домов, квартир, школ и детских садов. Жители Белгорода погибают и получают травмы. Почти каждый день в областном центре звучат сирены и страшные взрывы. Продукты первой необходимости исчезают с полок магазинов. Соки есть, лимонады есть. То есть такое есть. А вот именно, чтобы там купить мясо, колбасы, или огурцы, помидоры, лук репчатый, морковка, этого вообще нет. Понимаете, полки пустые. А некоторые села в пригороде, куда зашли российские добровольческие батальоны, практически уничтожены, причем кем? Своими же российскими войсками. Некоторые села, как Козинка, Стюарты, просто с лица земли, российская авиация, российская артиллерия, которая ради 30 диверсантов использует бомбы ФАП, чтобы их как-то, да, уничтожить. Ну то есть нынче жители Белгородской области могут по максимуму прочувствовать то, что уже два года переживают украинцы, по которым из того же Белгорода прилетает практически ежедневно. Круговорот безразличия в природе. Белгород жил относительно спокойной жизни, пока бомбили Харьков, куда белгородцы ездили. Очень часто, особенно до 2014 года, теперь бомбят Белгород, вся остальная Россия живет спокойно. Казалось бы, Путлер впереди паровоза бежал, так хотел спасти граждан Украины от мифических укронацистов. Он даже целую полномасштабную войну развязал, в тот момент, когда, по данным ООН, за весь 2021 год на Донбассе погибло 25 человек. Это, напомню, было поводом для вторжения, уничтожения украинских городов, убийства тысяч людей. Так Россия протянула руку помощи русскоязычному населению Украины. Помогать же населению Белгородчины в Кремле не спешат или не могут. Да-да, на секундочку, только за две недели в Белгородской области больше 20 человек стали жертвами обстрелов. И какие же меры принял бункерный дед? Как защищает нынче своих граждан? В Москве же боль белгородцев как будто бы не замечают. В остальном федеральные каналы, в принципе, просто молчат. В этот раз, когда дошло до реальных просьб спасти, помочь и защитить, Москва глуха. О русскоязычном, как и любом другом населении Белгорода, столицы не заботятся. Никто не позаботился о безопасности людей во время псевдовыборов Путина. Пофиг, что люди от бомб целыми днями прятались. Эти же упыри все равно рекордную явку на избирательных участках в Белгороде нарисовали. Пик обстрелов пришелся на трехдневное голосование. Впрочем, это не помешало заявить властям о высокой явке избирателей. Путин здесь победил и набрал более 90% голосов. Каждый день в Белгороде звучат взрывы. А федеральные СМИ освещать такие громкие события вообще не спеша. Еще и комменты под постами своих новостей от недовольных граждан закрывают. Местные жители возмутились. Они писали, наш город, стирают земли, а вы тут про Масленицу рассказываете, отреагируете. В соцсетях завирусился хэштег Белгород – это Россия. Местные жители оставляли комментарии под выпусками новостей Первого канала, в которых нашлось время рассказать о масленичных гуляниях и детенышах гренландского тюленя. А на новости о смертях белгородцев под обстрелами хронометража не хватило. Администраторы соцсети Первого канала тут же закрыли возможность комментировать посты. Посыл ясен. Кричать не надо, проблемы региона должны оставаться в регионе. У некоторых, наконец, начали открываться глаза и закрались сомнения. А не врет ли часом пропаганда? Получается, что ты, в общем, живешь вовсе не в прекрасной, доброй стране, которая боролась с соседними нацистами, в кавычках. Ты начинаешь думать о том, чем занималась, если российский телевизор врет про Белгород, то, возможно, он врет и про Одессу, и про другие украинские города. Жители Белгорода просто не могут осознать и смириться с тем, что на них забили. А происходящее в их области попросту замалчивается на федеральном уровне. Люди очень злые, очень злые на московскую власть, на федеральную власть. Потому что там концерты, присоединение Крым, Крым наш, а Белгород, непонятно чей, сам по себе. Белгородцы остаются в изоляции со своим горем. Из-за несправедливости и пофигизма в отношении белгородцев подгорает даже у упоротых зедактивистов. Начнем давайте с 13-го. Белгород. Четвертый обстрел за день. Ждут, когда в Москве напляшутся и обратят на них внимание. Семьям погибших, кстати, пострадавшим, списывают кредиты банки по, так сказать, указаниям даже сверху иногда. Прощаются, так сказать, с долги по ипотеке. Прочее, прочее. А белгородцы сразу говорят, а мы разве, это что, москвичи люди? А нам кто-то что-то списал? Хотя чему вообще тут удивляться? Еще ж в прошлом году произошла своего рода белгородская превьюшка под названием Шмякино-Шебекино. На Шебекино. Шемякино. И Шебякино. Шемякино. Шмякино, Шмякино, да. Явно просматривается отникающее направление на Белгород. Сейчас происходит нечто похожее, только масштабы побольше. А в целом, граждане той же Москвы, например, тоже понятия не имеют, что такое Белгород и где он вообще находится. Москвичи из Питера, люди, думают, что Белгород – это присоединенная территория Украины к нам, Россия. Хоть почему вы гражданство русское не получите, или чего вы жалуетесь, мы же вас защищаем. Я, находясь в той же Москве, часто встречал вопросы о том, что Белгород – это Россия или Сербия, что мы не до конца понимаем, где находится эта область. Путлер ни разу не удосужился даже просто для галочки съездить в приграничные с Украиной города, типа поддержать свой народ. Лишь промямлил, что все диверсанты будут наказаны, а белгородцев максимально неуместно поблагодарил. Прежде всего хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Чего, блядь? Пляши у вашизика прям не узнать. Это же не какие-то русскоговорящие люди в других странах. Это же твои сограждане, твои избиратели, в конце концов, которых нужно спасать. Забыл про красные линии? Может, новую спецоперацию проведешь? Неужели словами про героизм и мужество ограничишься? Мы сделаем все, чтобы людей поддержать. Никто не понимает, в чем заключается героизм, никто не понимает, почему вся страна делает вид, что это нормально. Хотя за Путина всем возмущающимся и негодующим с удовольствием отвечает придворный пропагандистский шут Соловьев. Люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Вот эта вся мерзкая истерика, которую тут же, кстати, подхватывают укронацистские СМИ. Там работают все. Все работают. А если вы что-то не знаете, просто заткнитесь. Всем тем, которые пытаются сказать, что федералы бросили. Заткнитесь, твари. Вот же оно, истинное отношение кремля к своим. Заткнитесь, твари. Которые с радостью транслируют Соловьиный помет. Просто бункерный фюррид еще пока не может себе позволить таких публичных откровений. Соловьев просто озвучил то, что они там, на самом деле, все и думают. Плевать на людей. Есть некие высшие цели, за которые надо страдать молча. Естественно, от речи Соловьева жители Белгорода опешили и разозлились еще сильнее. Возмущенные жители Белгородской области оставляли комментарии в группе Соловьев Live во Вконтакте с хэштегом «Соловьев, приезжай, Белгород ждет». Вот так. Не смейте жаловаться, молчите о том, что происходит. От такого даже Зет-Военкора, мягко говоря, офигели. Да-да, всякие отбитые Зет-персонажи тоже распсиховались на придворного пропагандиста. «Приезжайте в Белгород один. Без вашей охраны, без майбхов, без бронированных автомобилей. Сядьте в этом укрытии и пусть белгородцы приходят к вам и рассказывают о своей жизни. Поверьте, вы узнаете много нового. В том числе и о себе». Но был бы в этом хоть какой-то топ. Внеполитичным до-бомбежек белгородцам придется смириться с тем, что, во-первых, не бывает войн в одностороннем порядке. Что это означает? А то, что если твоя армия запускает ракеты по мирным городам соседней страны, рано или поздно будь готов к ответке. «Б***ь, на Есенина, на конечке, куда вниз спускаемся? Б***ь, прилет, машины горят». «Не может быть война в одни ворота». «Наконец-то мы поняли, как живут люди в Украине третий год». А во-вторых, жителям Белгородщины стоило бы раз и навсегда уяснить, что тем товарищам, которые принесли в их дом войну, абсолютно плевать на простых людей. «Может, этот дедушка схватился за голову и бросился договариваться о перемирии? Может, он осознал, в какую яму и в какой кошмар привел страну? Нет, конечно, ему плевать». Своё истинное отношение к россиянам ВВХ хорошо продемонстрировал и после теракта в московском Крокусе. Настолько бункерный дед занят, что даже ни разу на место кровавых событий не приехал. Песков объяснил, что он не хотел препятствовать работе специалистов. «Да что там, он до сих пор даже с родственниками погибших и раненых не встретился. Дел у упыря по горло, во всякие торжки катается, по музейным экскурсиям ходит». Отметил там День работника культуры, посетил местные музеи и ещё Центр боевого применения и переучивания лётного состава. В общем, был очень занят. Совсем нет времени встретиться с семьями погибших в Крокусе. Но вы, россияне, не накручиваетесь. На самом деле, дед очень о вас переживает. Всё принимает близко к сердцу, словно личную трагедию. Усатый пресс-секретарь не даст соврать. «Если вы не увидите на его лице слёз, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет». Интересно, а Соловьёв тоже вклиниться, когда пострадавшие в теракте будут, по примеру, белгородцев трубить и штурмовать в соцсети из-за несправедливости и наплевательского к ним отношения со стороны властей. «Да, то есть не исключено, что мы услышим от Владимира Соловьёва, что родственники погибших тоже мрази, сволочи». Впрочем, последние события на болотах в очередной раз показали, что по уровню эмпатии и сопереживания своим согражданам сами жители Мордора недалеко ушли от бункерного фюрера. «Там какой-то теракт произошёл, меня там вообще никак не б**. Но я-то не приеду, а значит, я бухаю до понедельника. Спасибо большое террористам, которые пришли в Крокусите, потому что мне реально, и сегодня надо было побухать». После расстрела в Крокусе в соцсетях открылся адский портал радости и пофигизма в отношении расстрелянных в Москве людей. «Гарри, Крокус, вот ты, Гарри, всё, что ты мне дарил, я не буду скучать». Вот это молодняк нынче на Ерофе и пошёл. Добродушие так и прёт. И это же они так веселятся не от новости о погибших мирных украинцах. Это их так забавляют жуткие смерти своих же сограждан. «Нереально поебать, б**ть». «Да, трагичная ситуация, ну и что, ну бывает такое, это нормально, такое случается, это жизнь. Да блин, ну случилось, случилось». Выдали свою «скорбь» в кавычках и представители старшего поколения. «Траур в вашей стране, траур в Москве, в вашей еб***й Москве траур. У нас в Башкирии траура нету». «Они на нашу войну, ну х** они её видели. Им вообще фиолетово, что у меня там сын умирает. А мне фиолетово, что они там умирают. Мало их убили. Чё такое 113 человек? Нужно было 2130 человек убить. Вот тогда бы мы на периферии удовлетворились». Впрочем, в одном это мадам по ходу права. Война не сильно волнует жителей больших городов. На так называемых героев СВО благополучно забивают по всей РФ. Ещё один пример того, как они своих не бросают. «А то они же обнаглели. Это же отдельное государство. Они же как хотят, так и живут. Пол России плачет, а пол России скачет. И вы скажите, уже три дня прошло, я до сих пор включаю телевизор, и они до сих пор мне по телевизору про сети-хол, про сети-хол. Да идите вон нахуй со своим сети-холом». Но самое интересное началось после того, как силовики показали миру возможных подозреваемых в совершении теракта. Естественно, жестокие кадры их задержания, которые никого в России особо не смутили, а лишь подогрели народец, жаждущий больше крови. После теракта в Крокусе от арендаторов потребовали предоставить списки сотрудников, среди которых есть уроженцы Центральной Азии. В соцсетях появились и вот такие скриншоты от таксистов. Клиенты в переписке стали уточнять национальность водителя и просят отменить заказ, если за рулем таджик. «Сразу комментарий, Азимирненький». «Заказ сразу с комментарием пришел. Здравствуйте, вы кто по национальности пишут? Я написал «Здравствуйте, я кыргыз» и поехал». Ксенофобия и шовинизм в отношении лиц неславянской внешности полились со всех дыр. «Я останусь в машине, ну, на всякий случай. Потому что, ну, вон там вот, видите, сколько ч**ок, реально, ну, вот просто ч**к, 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 ч**к. Мне как-то страшно стало». С одной стороны начались облавы и притеснения мигрантов со стороны правоохранителей. С другой – простые россияне принялись издеваться над выходцами из Центральной Азии и Кавказа. После теракта в Благовещенске подожгли кафе, которое принадлежало мигрантам. Также журналисты передают, что троих граждан Таджикистана толпа избила в Калуге. «Ты сюда сюда приехал. Работать, работай, ч**ная тварь. Не надо оскорбать, девочка. Едь, б**ь, нормально. Делай свою работу, б**ь, ты ч**ка, б**ь». Все это, конечно, не без помощи пропагандистов и кремлевских прихлебателей, разжигающих ненависть и жестокость на каждом шагу. Мы очень надеемся, что этому парню, который не сдержался и отрезал это ухо, ничего за это не будет. «Это сотворил, это подонки и негодяи. С ними нужно расправляться на Красной площади, понимаете, сжигать и показывать это публично». Интересно, а если сейчас мигранты все испугаются и перестанут в Рашку на заработки ездить? Что тогда упыри в Кремле делать будут? Где людей возьмут? Ведь на болотах из-за всяких путинских СВО и так наблюдается дефицит рабочей силы. Безработица упала до исторического минимума. Не хватает буквально всех. Учителей, полицейских, строителей, айтишников, почтальонов, водителей. А тем временем россияне готовы разорвать не просто условных таджиков, приехавших в РФ из другой страны, а своих же сограждан, владельцев российских паспортов. Тех же якутов, к примеру. «А ну-ка, давай-ка, уебуй отсюда! Россия для русских, по складам москвичей!» Поэтому совершенно неудивительно, что «добрый» в кавычках народ Мордора так кровожадно радуется, когда расистские ракеты убивают украинцев. Особенно если учитывать, что пропагандисты из каждого утюга орут, что нужно стирать в пыль города Украины. Тот же Харьков, жителей которого они еще до недавнего времени считали своими, русскими людьми. «48 часов всем покинуть Харьков и поквартально сносить, к чертовой мать!» Так что если они хотят смерти, типа, своих людей в Харькове, то с чего им вдруг переживать о своих белгородцах, о своих якутах или о соседе этажом выше? «Обидно иногда, что столица и другие крупные города не очень сочувствуют этому всему». «Мы реально убили и убили. Что там такое? Почему все начинают сожжать?» А чего еще можно ожидать, если пропаганда десятилетиями накачивает население истинным злом и агрессией ко всему миру? Но нужно понимать, что рано или поздно этой ненависти становится настолько много, что она разворачивается вовнутрь и начинает пожирать того, кто ее излучает. «Всегда, когда горе в другой стране, Путин отправляет все, все, горе! В Эрнбургской области мы никто! Был теракт в Москве, им выплатили все кредиты, им там люди пострадали, а тут миллионы! «Путин, да, мы его не убьем! Мы его убьем! Ничего не убивать там, никого не думают! Я тебе говорю, ты этим хаос делаешь больше! Мы позже можем прыгнуть, мне вообще без разницы, кто тут вообще в форме или нет! «Ну а смысл?» «Я вот серьезно...» «А смысл?» «Мне вообще пострелят?» «Мне вообще в голову!» Так что не сомневаемся, самое интересное впереди. Россию ждут очень веселые времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова